Не за простую, а за золотую шайбу сегодня сражаются хоккеисты со всего Приморья на уссурийской ледовой арене. Кстати, соревнования так и называются «Золотая шайба». Они одни из самых престижных соревнований в стране для юных хоккеистов. Но в этом выпуске программы «Около хоккея» мы попытаемся узнать о соревнованиях немножечко больше. С вами, как всегда, Николай Кугук. Поехали! Да! Не успели мы зайти на арену, а тут уже начался экшен. Ребята, по всей видимости, готовятся к предстоящему матчу. Мы вчера две сыграли игры. Одну выиграли, одну проиграли. Сейчас будем тоже работать, биться. Раз в год проводится. Ребята ждут, готовимся. Организация хорошая, все организовывают. Для детей поиграть. То есть, все хорошо. Вперед только через пять, наверное, выход держать. Значит, не будем задерживать тренера и идем болеть за ребят из Чугуевки. Итак, первый период матча Чугуевского «Востока» и Большекаменского «Гранита» подошел к концу. Пока «Гранит» ведется счетом 5-0. Но я вам так скажу, что атмосфера здесь в Уссурийске на трибунах, наверное, такая же, как в финале Кубка Гагарина. Кто у вас играет? Команда «Восток» Чугуевка. В команде кто играет? Сын? Сын, конечно. 17-й номер, не шарбит. Гол! Прозевали гол! Вы не уходите, они так, наверное, будут забивать сейчас еще. Такой вопрос. Что пообещали сыну за победу в турнире? Ну, тут тарелку супа. Здравствуйте. Какой у вас шарф красивый? О, да. О, я привлекла внимание, да? Да, конечно. Кто у вас в команде играет? Сын. Что вы пообещали сыну за победу в турнире? Клюшку. Новую? Да. Красивую? Красивую и дорогую. Золотая шайба – это турнир с давней историей. Проводился, когда еще живой был Анатолий Владимирович Тарасов. Собирает все команды дворовые, школьные и состязаются за главный кубок и за поездку дальше на финал. Ну, здесь проходят соревнования на протяжении трех дней. Они борются и туда уже, когда в Нижний Новгород летят, там на протяжении полутора недель проходит соревнование. Не сложно ребятам в таком темпе играть? Все привыкли. У нас в Приморье это частая практика, что по две игры в день. Ну, это нормально. Как у вас настроен турнир на матче? Хороший, отлично. Помимо того, что проходит по городским золотая шайба командам, еще проходит по сельским командам. Также, получается, по 2009-2010 прошла золотая шайба, по 2011-2012 году и в марте будет по 2013-2014. Тоже сельские ребята играют без... У них нет ледовой арены, у них нет возможности тренироваться так, как тренируются городские команды. Но при этом они тоже между собой разыгрывают путевку на финал в город Салават. Так, победу в матче одержал Большекаменский гранит. Метвосток имел все шансы вернуться в игру, даже пытался, забил три гола, но все-таки гранит наставил на своем и заработал уверенную победу. Исход матча 11-3. А мы спешим брать интервью у тренера-победителя. Как сегодняшний матч? Довольны ребятами? Да, довольны. Это спорт, это дети. Забили быстрых четыре, не пропустили, сделали задел, ну, довели игру до победного. В любом случае, это шаг вперед для детей. В любом случае, победитель едет дальше представлять уже Приморский край на всероссийских соревнованиях. Поэтому мы каждый сезон из года в год готовимся к этим соревнованиям, подходим очень ответственно. Это главный старт в Приморском крае для ребят. Начинание в дальнейшем, для того, чтобы идти дальше, ну, всегда кто-то начинает с золотой шайбы. Друзья, ну, вы видели, что это было? Не знаю, как вам, но мне очень понравилось. И это лишь был один из матчей. Вообще, турнир «Золотая шайба» продолжится. В марте встретятся младшие сельские команды, ну, а сильнейшие команды отправятся на финал. Ну, а вы смотрите хоккей, ходите на хоккей, играйте в хоккей. Это классно! Субтитры сделал DimaTorzok